Хорошо, давайте мы продолжим дальше. Я уже буду переходить непосредственно к этому семинару. То есть первое, мы поговорили о самом важном, основе жизни – это смирение. Поверьте, будет смирение, будет вообще все. И далее, я хочу вам рассказать такую историю. Когда я учился по программе DBA, со мной учился один человек, его Володя зовут. Он такой сильно умный был, он прочитал больше трех тысяч книг. Тогда ему было около 50 лет, наверное, и он выглядел лет не больше 40. И он очень-очень такой образованный был. Я ходил с ним в магазин, в книжный. И как-то пришли и говорю, «Володя, а что ты мне посоветуешь прочитать из Абрама Маслоу?» Знаете, есть Абрам Маслоу, его звали, но Абрам Маслоу, пирамида Маслоу. И он так стоит, а он в очках был, он все так очки, знаете, поправлял. И он так, хоп, говорит, «Сергей, так там всего семь книг, прочитай все семь». Знаете, так, ну я, конечно, читаю, но не настолько. Нет, я говорю, ну нет, ну какую-то одну-то из этих семи книг. Он мне опять, говорит, опять поправляет. Так зачем одну-то? Все семь-то прочитай. Я думаю, ну вот с тобой разговаривать. И вот мы с ним ходили, я так с ним общался. И как-то раз мы приходим в магазин, в книжный. Он так что-то, хоп, на полку, так внимательно смотрит, подбегает. И там такая здоровая книга, вот такая большая, такая, ну, может, там, и такая, знаете, толстая. И он так хватает эту книгу и говорит, смотри, она здесь 1240 стоит, а я знаю, где она 960 рублей стоит. Я так смотрю, читаю название и не понимаю даже, о чем эта книга. Но она какая-то жутко научная, ну такая с экономикой, там с финансами связана. И он мне говорит, купи, купи, хорошая книга, купи, очень хорошая книга. Я так, ну вот, ну дай-ка я посмотрю. Я так открываю ее, а там формулы математические такие, уравнения какие-то, что-то текста не так много. Я дальше листаю и все читаю. Я пытаюсь что-то прочесть и ничего не понимаю вообще, что там написано, знаете, ну, очень научным языком. Ну вот, я так листаю ее, он так мне говорит, купи, купи, знаете. И я стою так и про себя думаю. Ну, если я ее прочитаю, вот просто прочитаю, то я после этого сам себя на «мы» начну называть. Даже не на «вы», но я так образом. Почему-то у меня вот эта пришла фраза, да, сам себя на «мы» начну называть. Ну, конечно, я ее не купил. Но проходит там очередная сессия, мы приезжаем на новую сессию, там по 10 дней были такие учебы. И я стою там в столовой, он такой прибегает, такой чуть не запотевшими очками. Говорит, Сергей, говорит мне, все, что я до этого читал, ерунда. В смысле? Он такой, вот. Он говорит, вот книга, по которой я буду жить. И он мне говорит, я тебе в подарок ее принес. Я прочитал, вот я понял, что за книга. Эта книга, ее, к сожалению, не купить уже. Она не продается нигде. Я спрашивал тоже в книжных. Мне даже некоторые люди пишут там в Фейсбуке, где купить эту книгу. Она, ну, я не знаю, где ее купить. Она называется «Еврейская мудрость для успешного бизнеса». Написали ее два еврея, там, один предприниматель, один, там, раввин вроде как-то, вот. А, вот, вот, у пастора Сергея есть она. Можете к нему подойти, за большие деньги купить. Вот. И вот эта книга «Еврейская мудрость для успешного бизнеса». И он мне подарил эту книгу. Я ее прочитал. Я просто был восхищен. Ну, какие важны знания. И, знаете, есть такое понятие «сакральные знания». Сакральные знания, как бы некое закрытые знания. И вот в этой книге были как раз изложены. Некоторыми знаниями я сегодня поделюсь. Они как бы, знаете, не думайте, что это сакральные знания, что-то такое недоступное. Нет, оно бывает даже на поверхности лежит. И даже, ну, многие, как бы, не подразумевают, читая люди, которые верующие, читающие Библию, что мы там даже слушаем об этом проповеди, мы, бывает, пренебрегаем этим принципом. А это очень важный принцип для жизни. Если человек начинает использовать этот принцип, у него жизнь вообще меняется кардинально. Некоторыми вещами я сегодня с вами поделюсь. И вот я взял эту книгу и, конечно, был, да, очень удивлен. Я хочу вам еще такую вещь одну важную сказать. Может, вы не знаете, есть главный философский вопрос всех времен и народов. И, на самом деле, этот вопрос, он записан, ну, на центах, на американских монетах, ну, на обратной стороне монеты. И даже если у американца спросить, а что там у вас написано? И, знаете, американец говорит, я не знаю, что там написано, там не на английском. И он прав. Потому что этот главный философский вопрос всех времен и народов, он написан на латыни. И звучит он следующим образом. И плюрибус уну, что переводится на русский язык, единство из множеств. Единство из множеств. Это главный философский вопрос, из-за которого появились все университеты мира. Все университеты мира. Смотрите, вот, допустим, взять медицину. Представляете, вот даже взять хирургию. Вот сколько миром, вот если взять все мировые знания, сколько накоплено знаний о хирургии. Если даже еще в древнем Египте, когда строились пирамиды, там уже тогда делались операции. И эти знания, они тоже какие-то дошли до наших дней. И самые лучшие университеты мира, почему они так дороги зачастую? Потому что вот эти программы, которые там преподаются, то есть, во-первых, вот этот иплюрибус уна сделан в лучшем виде. То есть единство из множеств собрано самое вкусное, самое нужное, самое необходимое. Понимаете? Это первый момент. И второй момент, почему тот или иной университет дороже стоит. Но знания-то можно собрать и сгруппировать эти знания. Но теперь второй вопрос очень важный. Как преподать эти знания, чтобы человек понял, принял и стал использовать эти знания. Понимаете? Есть некие принципы, которые очень важны в жизни. То есть вот этот иплюрибус уна. И некоторыми я сегодня с вами поделюсь вот этими принципами, которые очень важны и нужны. И так вот, я про эту книжку. Когда я стал читать эту книгу, вот эту «Еврейская мудрость», хотя написали ее два американца и оба евреи, и там в начале книги была такая описана история, которая происходила в царской России на территории Белоруссии. Ну вот как-то вот так написано. Вот на территории Белоруссии, царской России. Я же читаю, еще думаю, ну почему. И там описывается такая история. В вагон третьего класса, идет поезд по железной дороге, идет поезд, и в вагон третьего класса заходит один человек большого военного звания, офицер, и все так запореглядывались, потому что люди такого большого звания обычно ездили в вагонах первого класса. А он заходит в вагон третьего класса. Он увидел это удивление, и он говорит, нету мест в вагоне первого класса. Он зашел и увидел одного еврея, торговца. Увидел его и подсел к нему. Они начали разговаривать с ним, и офицер этот спрашивает, «Скажи мне, пожалуйста, почему вы, евреи, такие умные, такие богатые и успешные?» И этот еврей засмущался, он говорит, «Не, я не могу сказать. Это у нас есть…» «Ну в чем секрет-то, что вы такие богатые и успешные?» Он говорит, «Ты знаешь, я поклялся, что никому не расскажу этот секрет». Он говорит, «А он есть? Да, есть, но я не расскажу. Нет, давай мы закроем эту тему». Но этот офицер вошел в кураж, он ему говорит, «Я тебе 10 рублей заплачу, только скажи мне этот секрет». Этот еврей, ну это царские деньги, это еще дореволюционные, это большие деньги были. Этот еврей говорит, «Ты знаешь, я сейчас торговал 2 недели, я наторговал 14 рублей, поэтому 10 рублей меня не вдохновляют, тем более я поклялся, что я никому не расскажу». И тогда этот вошел еще в больший кураж, и этот офицер говорит, «На тебе 100 рублей, только расскажи мне этот секрет». И этот еврей говорит, «Давай деньги». Ну взял, в карман положил, и некий шум в этом вагоне, люди разговаривают, шум идет от поезда, от стука колес. И этот еврей наклонился над этим офицером и шепчет ему. Тот говорит, «Что? Повтори еще». Он ему еще раз повторяет. И этот офицер вдруг так громко говорит, «Что? Есть больше жирной селедки?» Он говорит, «Тихо, не кричи. Это главный наш секрет. Почему все мы евреи такие богатые и успешные?» Смотрите, я даже более небольшую как бы сносочку скажу, а потом мы вернемся в этот поезд. Смотрите, в Соединенных Штатах самый высокий внутренний валовый продукт, ВВП, да, называется. Самый высокий. Я ни в коем случае никакой не прозападный человек, я пророссийский, я люблю Россию и все такое. Ну, я просто говорю статистику. И в Соединенных Штатах проживает, думаю, что сейчас около 400, наверное, миллионов, но я точно знаю, что больше 300 миллионов. Я не смотрел. Тоже можно посмотреть в интернете, там будет написано, сколько там проживает. Так вот, но я точно знаю, что там проживает, ну, не точно вообще, не так неправильно, нельзя говорить, что точно знаю, но по статистике там проживает 2% евреев, то есть их от 6 до 8 миллионов. 9 миллионов в Израиле проживает и в США где-то их 8 миллионов проживает. Так вот, вот этим 2% евреев принадлежит 49% всех денег Америки. Понимаете? Ну, чтобы вы понимали, ну, это разные вот эти там, Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, вот этим родам, вот этим людям, да, вот принадлежит, вот очень огромное количество. Я был в Германии на эскаваторном заводе, который перегружатели делает для металлолома, Фукс называется, ну, по-немецки это как волк или леса, 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 я не знаю, леса, леса, да, я не знаю немецкого, но вот, и я думаю, ну, Германия, вот завод, а потом вас, я ее узнаю, он американцам принадлежит, оказывается, этот завод. Ну, то есть, и много, в общем, чего принадлежит, ну, вот, американцам. Ну, вот, ладно, вернемся, вот, ну, просто, чтобы вы понимали, насколько, если вы возьмете список Forbes, вы увидите российский, там в основном люди евреи, то есть, еврейской национальности, ну, не все, конечно, но в большинстве своем. Так вот, вернемся в этот поезд, и он говорит, что, есть больше жирной селедки? Он говорит, тихо, не кричи, это наш главный секрет, мы все евреи, едим очень много жирной селедки, поэтому мы такие успешные, богатые. Он говорит, и все? Он говорит, и все. Он говорит, ну, смотри у меня. Вот, и они вышли на одной станции, вот, железнодорожной. Прошло несколько месяцев, вот, этот офицер скачет на коне, и смотрит, уличная торговля, и смотрит, этот еврей продает там чего-то. Он соскакивает с коня, подбегает, хватает его за грудки, ах, ты такой сикой, говорит, отдавай мои сто рублей. Я три месяца ел практически одну жирную селедку, и нисколько не стал ни умнее, ни богаче, ни успешнее. И в этой книге там написано, этот еврей улыбнулся и сказал, ну, хорошо, что ты хотя бы это понял. Я когда это прочитал, думал, в смысле, что значит это, понял. А потом там было как некое пояснение, которое я и для вас хочу сказать, чтобы вы усвоили. Не существует, услышите меня, пожалуйста, не существует какого-то одного универсального совета, чтобы стать успешным. Поняли, да? То есть, вот, смысл этой истории, вот, всей этой был, да, вот, чтобы вы могли освоить, что не существует какого-то одного совета. Но есть ряд советов, которые, знаете, вот я использую, которые меня, ну, привели, да, к какому-то определенному успеху, вот, относительным, потому что все в этом мире относительно. И вот, я хочу с вами этими поделиться принципами, да, которые я использую в своей жизни. И я вас уверяю, если вот вы эти девять принципов будете использовать, ну, то вы будете успешными. Давайте мы начнем. Первый принцип, да, запишите. Занимайся одним делом. Напишите. Занимайся одним делом. Занимайся одним делом. Занимайся одним делом. Смотрите. Много лет тому назад я учился в библейской школе в Твери, город Тверь. Мне было 20 лет, наверное, 20-21. Я постричался с одним бизнесменом, он был американец, его звали Клэренс. И он был уже таким достаточно старым пожилым человеком. Он был вице-президентом одной из самых крупных текстильных компаний Америки. А его сын был сенатором штата Флорида когда-то, и он был ювелирным королем этого штата. И он меня учил бизнесу. Это просто нас Бог так свел, и судьба свела. Случайно получилось. Он как-то расположился ко мне, и он меня стал учить принципам бизнеса. Мы сидели в гостинице с ним. Я помню, он сидит, один глаз прикрыл, смотрит на меня и говорит, Сергей, занимайся одним делом. Знаешь, почему? Я говорю, почему? Он говорит, потому что когда ты учишься на какую-то профессию, и ты рано утром пойдешь в институт, если ты не будешь спать на лекциях, а будешь внимательно слушать и записывать, то ты к вечеру станешь чуточку умнее. Он говорит, никто никогда не сможет измерить, насколько ты стал умнее, но ты станешь умнее. Потом пройдет 10 или 15 лет, и ты будешь работать в одной профессии или в одном бизнесе, и ты станешь профессионалом. Потом пройдет еще 10 или 15 лет, ты проработаешь в одной профессии, и ты станешь человеком, который что-то стоит в этом бизнесе. Вот я сейчас как раз нахожусь в той стадии, когда я 25 лет в одной профессии проработал. Я могу сказать, я не просто профессионал, но я что-то стою в этом бизнесе. Но я далек от совершенства. Вот я сразу скажу, что я не говорю, что я вообще там какой-то самый-самый-самый-самый. Далеко не так. Я благодарен Богу, что у меня еще есть много, что развивать, расти. И вот мне сейчас 48 лет, и я понимаю, что мне, допустим, дойти до уровня площадок, которых я видел в США или во Франции, или в Германии, мне еще долго лет надо развиваться и расти. Понимаете? То есть я помню, когда я увидел площадку во Франции, я понял, как мы отстали, русские, в сфере переработки лома. Но когда я увидел в США площадку, я понял, как французы отстали. Просто как каменный век, понимаете, по сравнению с американцами. Там просто космос, там даже людей-то нету, там все, там техника все делает, там просто какие-то космические технологии. И я поэтому понимаю, что много куда расти еще. Так вот, а он потом говорит, вот потом пройдет еще 15-20 лет, и говорит, и ты выйдешь на пенсию. А потом пройдет еще сколько-то лет, и ты умрешь. Он говорит, ты должен понимать, что ты когда-то умрешь. То есть жизнь здесь на земле не вечна. И, конечно, хорошо, когда ты умрешь за 80 лет. Но многие люди умирают и в 60-е, и в 50-е, и еще и раньше умирают. Поэтому нужно посвятить себя одному делу. Я поверил ему, и я услышал его, и я благодарен Богу, что я занимаюсь одним делом. Но некоторые говорят, подожди, а как насчет того, чтобы яйца в одну корзинку не складывать? Но я могу сказать вам следующее. У меня три направления в металлоломе. Я занимаюсь черным ломом, я занимаюсь никелесодержащим ломом. Даже у меня сейчас больше этих направлений стало. Я занимаюсь еще цветными ломами. Сейчас я еще начал заниматься электронным ломом. И пятое направление, я начну заниматься, ну, там, на маленьких площадках, я начну заниматься макулатурой. То есть, в принципе, это все вторсырье. Но это все одно направление, но это разное. И за 18 лет работы у меня не было ни одного месяца убытков. Недавно у меня были, несколько лет назад, а до этого 18 лет у меня не было ни одного месяца, даже зимой. Почему? Как я называю вот эти три направления, это у меня как три черепахи. Помните, древние люди думали, что земля, она основана на трех черепахах. Когда мы в школе учились, ну, я, по крайней мере, учился. Так вот, я, бывает, тоже называю их три черепахи. И бывает, что зимой, допустим, черная черепаха, черный лом, он же под снегом, и она у меня спит, эта черепаха. Но зато у меня две черепахи, ну, потому что легированный и цветной лом, он находится где-то в цехах, и поэтому там не бывает спада особенно. Я занимаюсь тогда в этот период активнее цветными ломами или легированными ломами. И как бы все деньги перенаправляю в это направление. И в итоге, а летом у меня просыпается черная черепаха. И она поползла такая, сильно поползла сразу. Особенно в мае она просыпается. Я знаю, что каждом мае она просыпается, и она потом до декабря не засыпает. Но в январе, в феврале, в марте она спит, отдыхает. Ну и пускай отдохнет черепаха. Я же люблю животных. Ну, я образно говорю, понимаете? И вот у меня есть три друга. Такие один в Москве, один в Петербурге, один в Череповце. И они очень богаты. То есть, ну, там, у кого-то даже, наверное, думаю, миллионов сто долларов в состоянии. У кого-то, ну, у каждого из них, там, больше десяти, наверное, миллионов долларов в состоянии. И я как-то... И у них очень хорошая жизнь. То есть, она хорошая не в плане только, что у них деньги есть, но они достойно живут, достойные семьи, там, да, и как-то они счастливо, радостно живут. И я несколько лет наблюдал за ними, следил за ними. Я следил за ними, чтобы сам себе ответить на один вопрос. В чем их секрет успеха? Что они такое делают, что я не делаю? Я много что увидел, да, вот. И я увидел, допустим, что они все трое очень честные. Просто кристально честные, знаете. Вот. Я увидел, что они все трое позитивные. Они вообще, вот, один, особенно в Москве, который у меня друг, вот если, вот, я даже, знаете, как говорю, бывает, вот сидим мы за одним столом, да, вот он просто сидит, он может сидеть и молчать. Но, знаете, такое ощущение, что Новый год наступил, праздник, знаете, как бы Рождество наступило. Вот он, он просто сидит вроде там, ну, вот в его присутствии такое ощущение, что фейерверки начинают взрываться, знаете, тут цыгане танцуют. Ну, в общем, все, ну, я все своими цыганями. Жена говорит, ты, ты пойми, говорит, большинство-то людей не любят цыган, ты им все цыгане, цыгане, это ты их любишь. Они, ну, поняли, ну, я их люблю. Так вот, и вот, то есть, такой праздник наступает, они позитивны. И знаете, что еще у них? Они все трое занимаются одним делом. Ну, разными делами, ну, имеется в виду, один там железнодорожник, один, как мой коллега, металлоломщик, а один производит трубы. Трубы и такие профили для окон, ну, он много тысяч тонн производит в месяц. И они много-много-много лет уже, один 30 лет занимается только металлоломом. Представляете? Другой, с железными дорогами, там, 20 и с чем-то лет. Вот ты начинаешь с ним о чем-то другом говорить, он вообще тебя слушать не хочет. Да, у некоторых у них есть недвижимость, у меня тоже есть какая-то недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Но это не основной бизнес, это вообще даже не основной. То есть, именно как бизнес у нас, именно вот у меня металлолом, у другого тоже металлолом, одного железной дороги, у третьего производства, ну, вот этого металлопроката. И они не хотят и слышать ни о чем другом. Вы слышите? И они очень успешны. И они не планируют ничем другим заниматься. То есть, они планируют именно заниматься этим делом. Такой есть сэр Ричард Брэнсом. Кто слышал? Слышали, наверное? Есть компания такая, Вирженс называется. У него есть книга такая, она, правда, не с крестьянским названием, но очень хорошая. Я ее прочитал. Она называется «Пошло все к черту, бери и делай». Ну, правда, который вот тоже очень важный момент, что надо делать чего-то. Знаете, что сидеть-то, да? Ну, как в том анекдоте, так пусть он хоть лотерейный билет-то купит, да? Ну, как... Ну, вот. То есть, надо делать что-то. И вот этот сэр Ричард Брэнсон, я был на его лекции, и у него компания, вот, Вирженс, да, вот это называется, и многие говорят, вот у него 200 направлений, и правда, и неправда. Я сейчас объясню, в чем. У него на самом деле, сам сэр Ричард Брэнсон всю жизнь, ему там сейчас за 70 лет, он занимался всего двумя видами бизнеса. Первый бизнес у него был, это Вирженс Рекордс. Он производил пластинки, там раскручивал некоторые группы, там музыкальные. А второе его направление, уже много-много десятков лет, это Вирженс Аirlines. Я как-то из Лондона летел в Лос-Анджелес на его, вот Вирженс Аirlines, ну, на его, ну, как в самолете, его авиакомпания я летел, очень мне понравилось. Ну, хороший очень самолет, и все, все новенькое, все, ну, очень хорошее. И второе его направление, оно похоже на первое направление Вирженс Спейс, то есть космос. Он планирует отправлять космических туристов в космос, но это все равно связано с авиацией, как вы понимаете. И, а в чем же, ну, правда, что у него много, много, у него слишком доброе имя, ну, Вирженс. И к нему люди приходят, платят ему деньги, и как-то, может, все партнеры его берут, и есть Вирженс Кола, Вирженс Мобайл, Мобайл, ну, много, Вирженс Пицца есть, знаете, ну, то это вот под его именем делаются какие-то вещи, но сам он лично занимается одним бизнесом. И когда я был у него на лекции, лично я сам был на лекции в Москве, то он говорит, я летаю своими авиакомпаниями, и у меня, говорит, всегда в кармане черная записная книжка и ручка. Недавно я летел в своей авиакомпании, и я подозвал стюардессу и спросил, вам нравится форма, которую мы сейчас для вас, ну, новую форму сшили. Они сказали, да, нам очень нравится, спасибо, красивая форма, но у нас очень неудобные туфли. И, говорит, многие натерли ноги. Он говорит, я стал спрашивать еще у нескольких стюардесс, и оказалось, что это так. И я взял, и сдал указ, и написал, поменять всем в авиакомпании туфли. Ну, всем женщинам, то есть разработать, ну, новые туфли сделать, понимаете? Я думаю, вау, он миллиардер. Это меня все Сергей называет миллиардером, но я не миллиардер никакой, даже близко. Вот, это, и вот. Но он там по-настоящему, у него состояние там больше 6 миллиардов долларов, да. У него есть личный самолет, конечно, но он летает, чаще он летает своей, чтобы для того, чтобы это изучать. И когда он был на лекции, он говорит, я сегодня улетаю к себе на остров, и у меня приедут, приедет там 500 человек с авиакомпанией, с моей стюардесс, там, пилотов, разного обслуживающего. Я их делаю, как конференцию у себя, там, ну, на острове, 300 человек, ну, какое-то количество человек. И он говорит, я буду с ними общаться, и мы будем выпивать немножко виски, ну, он там рассказывает, и я буду с ними, я буду внимательно их слушать. Что мне сделать еще, чтобы улучшить мой бизнес? Я думаю, вау, вы слышите? То есть он постоянно, он занимается одним делом, то есть было один, одно дело было, я его читал одну книгу, ну, немножко не другую, не которую я называл, там, это даже в этой книге, разные истории были, там была мысль такая написана, что большой бизнесмен, это на самом деле правда, чтобы достигнуть успеха, он не должен работать за деньги. Вот как ни странно это звучит, понимаете, у вас дело должно быть в первую очередь. Я вам поясню, смотрите, вы играете в теннис, люди, которые не занимаются теннисом, они бывают называют неправильно большой теннис или настольный теннис, но не существует большого тенниса, существует теннис и просто еще настольный теннис, это как бы разная вещь, но не об этом. Так вот, если вы играете в теннис и если вы будете постоянно смотреть на счет, то вы проиграете игру. Вам на что нужно сосредоточиться? Вам нужно сосредоточиться на игре, вы слышите? И так же в бизнесе, если вы постоянно смотрите, сколько вы денег заработали, ну, это важно, деньги, это тоже как некое, мы ради денег и работаем. Так вот, и вот сэр Ричард Брэнсон, он рассказывал, он говорит, одним нью-йоркским вечером, поздним вечером, дождливым вечером, я шел по улице Лондона, и я сильно рыдал. Почему? Потому что я продал свою компанию Virgins Records. Говорит, но в моем кармане был чек на 1 миллиард долларов. ну, я очень сожалел, чтобы, ну, потому что я продал Virgins Records, чтобы, ну, я совершил ошибку, ну, своего рода, как бы я занялся двумя бизнесами, и чтобы вот в один бизнес, да, погрузиться, Virgins Airlines, я продал Virgins Records, и чтобы эти деньги мне помогли спасти мою авиакомпанию. Понятно, да? Поэтому очень важно, услышьте меня, да, чтобы вы, вот особенно молодые люди, которые только начинают, то есть услышьте этот принцип, возьмите какое-то дело и занимайтесь. Не думайте, что вы семь пядей во лбу, знаете, вот, ну, это нереально, чтобы вот люди, которые, даже русская поговорка, да, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, она очень верная. Второе, давайте запишите второй принцип. Второй принцип, все рассчитывайте, все рассчитывайте, да, очень важно, чтобы вы, ну, рассчитывали, то есть, ну, вот, подсчеты, кредиты, если берете, то есть, очень надо подумать. Вот у меня бывает спрашивают, ты берешь кредиты? Я говорю, у меня много кредитов, у меня есть целые кредитные линии, у меня есть лизинговые, я говорю, ну, беру, но я беру разумно, да, то есть, я продуманно их беру, и, и я слежу за этим, да, я вообще слежу постоянно за расходами, вот, например, я дома выключаю свет, ну, да, вот, ну, экономлю, вот, у меня есть загородный дом, там у меня отопление электрическое, тоже у меня есть, ну, там, хорошие такие, норвежские стоят эти обогреватели, у меня есть, я уезжаю, я ставлю плюс 7, ну, как умный дом, знаете, у меня, ну, электричество плюс 7, чтобы мне экономить, да, при этом, я просто десятки миллионов трачу на благотворительность, но я экономлю на свете, и был такой Шон Коннери, актер, да, он сказал, я трачу миллионы фунтов стерлингов на благотворительность, но я всегда торгуюсь на блошином рынке, понимаете, это его слова, вот, поэтому следует, я покупаю всегда одежду со скидками, вот, то есть, я если куплю себе без скидки одежду, я потом себя съем, ну, вот, образно говоря, я начну себя ругать, ты-то чем это сделал, вот, иногда я только летаю бизнес-классами, там, да, я покупаю хорошую, дорогую одежду, понятно, у меня хорошая, дорогая одежда, но я ее тоже покупаю из-за жадности, потому что хорошая, дорогая одежда долго носится, понимаете, вот, то есть, нужно, ну, рассчитывать, я не шикую, там, вот, у меня, я живу в доме, в котором я заехал в 2006 году, ничего у меня нету особенного в доме, ну, обычная мебель, то есть, у меня нету никаких там золотых люстр, и, боже упаси, чтобы они у меня были, понимаете, то есть, да, я, если что-то у меня выходит из строя, не знаю, стиральная машина вышла, я куплю новую стиральную машину, для меня это не проблема, но я не буду ее так просто покупать, я покупаю стиральные машины Милли, они очень дорогие, но у меня машинка уже служит 15 лет, и она хорошо стирает, и все, да, она стоила дороже, но это выгоднее покупать, да, скупой платит дважды, я и в этом убедился, то есть, нужно рассчитывать, нужно экономить, то есть, не нужно разбрасываться, и как некоторые молодые бизнесмены, они только заработал какую-то денежку, сразу побежал себе каких-то цепей напокупал, часов напокупал, Луи Виттоном весь оделся, нет, ну хорошо, у меня есть тоже там сумка Луи Виттон, ну какая-то есть, да, какие-то вещи, нормально, хорошая фирма, очень практичные вещи, да, выпускает, красивые, элитные, да, мы должны, если ты предприниматель, ты, соответственно, должен одеть, одет быть, да, как, помните фильм, где находится на филет, ну это кто люди, там, когда Панкратов черный, да, там играет, и там он играет, и у него брат двоюродный, и он все жениться хочет, но он такой в НИИ работает, плохо одевается, ну, да, и он ему говорит, Панкрату черному, между прочим, встречают по одежке, а провожают по уму, на что под краном черный, вот это там, ну, и он говорит, слушай, брат, так, ну, ничего в этом плохого не будет, если тебя и встречать, и провожать, одинаково хорошо будут, знаете, ну, такой смысл, как бы, да, поэтому очень важно, чтобы, ну, вы были, да, безусловно, одеты, обуты, то есть не надо погружаться в нищету, в какую-то там, недостаточность, там, когда люди там ходят, там, вроде деньги есть, а он там, не знаю, я вот не понимаю, там, хозяин Икеи, там, ездил на трамвае, там, ну, на работу, ну, а зачем, как бы, ну, есть же машина, ну, да едь ты на машине, ну, какие-то, знаете, есть перегибы, как бы, тоже не надо, в крайности не надо уходить, очень важно, чтобы вы шли, как бы, вот посередине, есть левая колея, есть правая, а есть вот посерединочке, знаете, как-то надо идти, и вот, и нужно экономить, нужно рассчитывать все, если вы собираетесь какой-то бизнес сделать, сделайте бизнес план, есть такая программа, Microsoft Project называется, в которой вы можете сделать хороший, грамотный бизнес план, который принимают и банки, ну, для вот этого, я пользовался этой программой, она мне помогла сэкономить очень много денег, вот эта программа, вот, и у меня были ошибки, ну, в моей жизни, я вчера, или позавчера там рассказывал, я повторюсь, вот, когда я сделал дом для бедных, вот, у меня был цех, такой там, ну, ангар на территории, я думаю, что бы мне сделать, и тут нарисовался ко мне один человечек, и говорит, давай производство плинтуса будем делать, я говорю, он говорит, всего один станок надо, но на самом деле, это было все как суп из топора, знаете, помните в той сказке, человек говорит, давай суп из топора, говорит, а крупа у тебя есть, помните, этот солдат-то бравый, а соли бы еще щепоточку, а вот бы еще картошки бы бросить, так вот, топор-то навар дас, а миска бы еще к топору, чтобы вот не только топор, ну, знаете, и он сварил, помните, и вот это тоже мне тут, как суп из топора, а давай еще этот станок, давай еще, я покупаю покупаю эти станки мы производим этот плинтус продаем и каждый мин каждый месяц у меня минус 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 этот мне валера там помню он все все хорошо сейчас будет сейчас выйдем на мощность там все будет вообще отлично я уже все думаю все закрываю он подожди чуть не плачет ко мне приходит пожалуйста умоляю там я ему зарплату плачу все оказывается это было все очень просто он ради этой за своей зарплаты создал мне вот эту дыру но кроме этого зарплата еще уходила куча денег и потом мне достало это причем через года два я взял выгнал его и решил проверить вообще-то это рентабельно ли это предприятие я не рассчитывал ничего я ничего не просчитывал мы купили 5 кубов доски из которой мы делали этот плинтус пропустили эти пять кубов и взяли получили количество плинтуса и поняли что вот его продав этот плинтус мы даже не окупаем стоимость досок представляете не считая электроэнергии зарплат еще то есть два года я просто в минус его знаете вот этот плинтус производил вот и я когда вот это со мной случилось знаете у меня сразу невольно вспомнился анекдот до который тоже вам расскажу как в одну яму там попали звери там этот лось медведь волк леса вот прошло две недели они проголодались и говорят давайте кого-то съедим мы все на лося смотрят но он самый большой самый вкусный лось такой продуманный был говорит вы знаете когда я маленький был не маменька говорит у меня на пятой точке это послание написала ведь не могли бы вы прочитать мне это послание у звери голодный как давай конечно прочитаем но они сунулись он их копытами ударил медведя сразу насмерть лесу тоже почти но она такая в конвульсиях умирает и волк такой полумертвый лежит терет лоб лапкой своей видит я-то дурак зачем полез я даже читать не умею вот и и вот когда у меня с это с плинтусом получилось это все я вот этот анекдот вспомнил сам себе сказал ты-то дурак зачем полез ты же сам рассказываешь занимайся одним делом но это много лет назад было до 10 лет тому назад ты сам всем объясняя что надо все просчитывать а я знаете на чё повелся я повелся на мистику я думал если я дом для бедных сделал а цель моего вот этого производства плинтуса было не для того чтобы я что-то зарабатывал а чтобы дом милосердия зарабатывал и окупался мне на самом деле знаете благие намерения но есть поговорка благими намерениями дорога в ад устлана знаете и мне казалось если я делаю доброе дело то боженька мне точно поможет как неверующие знаете люди год боженька поможет я думал я если даже палку воткну дерево вырасти вот так не так не бывает в мире бог установил законы определенные понимаете их надо придерживаться есть правила определенные поэтому нужно заниматься одним делом если ты собираешься нужно все просчитывать рассчитывать вот это дается составлять даже в библии написано что христос до говорил если ты собираешься построить дом то ты сядь посчитали хватит ли тебе денег чтобы его достроить понятно да это второй принцип давайте мы идем дальше у нас во сколько перерыв чтобы я через 15 до смотрите давайте мы дальше идем третий принцип до которые запишите никогда не сдавайся никогда не сдавайся запишите никогда не сдавайся много лет назад когда я только начал заниматься металлоломом мне было 23 года я уже был верующий но и я договорился на одной железнодорожной станции купить первый вагон рельс бушных рельс на металлолом это было примерно 200 километров от нашего города я приехал ну и начальник станции говорит да приезжай с наличкой тогда все наличка была тогда вообще я не знал что такое безналичные счета вообще ничего этого но это 90-е годы вот и он как я тебе продам этот вагон все у меня уже цена была мы договорились с ним по цене я уже всю прибыль там посчитал у меня им деньги были чтоб купить а вот я приехал один раз вот договорился второй раз приезжаю его нет хотя утром созванивались да я буду приезжай я приезжаю его нет его где он а куда-то на аварию поехал ну где-то там поезд сошел и вагон сошел его когда он вернется секретарь и кто его знает может вообще через два дня вернется и куда ну да я уехал я второй раз приехал опять мимо третий раз приехал опять мимо то какое-то начальство к нему привет я четвертый раз приехала 5 мина 5 раз приехал опять мимо знаете вот и где-то на на шестой раз тоже мимо ну вот все у меня с каждым разом как бы внутренняя истерика и понимание что я вообще как бы богом не благословляем нарастала я уже стал копаться там думаю что-то я где-то согрешил наверное знаете или еще я что-то сделал почему у меня такое неудача то что я такой вот весь какой-то ну непонятный то ну вот и очень и когда вот пятый или шестой раз было я сажусь с поезд обратно чтобы ехать плацкартный вагон я оказываюсь один во всем вагоне я сажусь где-то в середине поезда и как начал рыдать и начал сетовать на бога там его бог почему ты мне не помогаешь там чуть тебе плохого сделал знать это ну типа такого но чё ты вот всем помогаешь мне не помогаешь там ну вот я буду пожалуйста ну почему ты так ко мне относишься ну так как бы вот так я начал реветь и реветь и реветь и реветь и вдруг бог заговорил со мной и такой голос строгий отцовский голос и такой знать отчеты разнылся как уход внутри себя слышу я не физически не слышал ничего внутри а что ты разнылся ну и что что ты пять раз съездил лишь шесть раз съездил съездить 10 раз но добейся своего и в тот момент в меня невидимым образом как стержень вошел такой знаете этот стержень был я никогда не сдамся я помню когда я сходил с поезда вот не знаю почему то мне так запомнилось когда я отступал по по этим ступенькам и когда я коснулся вот но этого асфальта но перона я прямо почувствовал что я стал новым человеком я сказал я никогда не сдамся чего бы не снова мне не стоило и я съездил еще вроде пару раз и я отправил этот вагон знаете и меня уже не расстраивало что там следующий раз мне опять отказали просто я был нацелен на успех я верил успех и я верил ну я не сдавался более того я даже свой коллектив также обучаю не сдавайтесь и вот он у меня есть друг мы вместе учились с ним на тебе и он преподаватель стокгольмской бизнес-школе я его нанимал чтобы он мой коллектив обучал и как-то раз я стоял ну такой вот мы тоже в церкви в здании церкви проводили этот семинар у меня не далеко не все верующие работают но они знают что я верующие мы бывает просто церковь снимаем как ну площадку для проведения семинаров я стою и он стал в перерыве разговаривать с моими сотрудниками и говорят а если вот такая то проблема ангет если это это не проблема я слышу не а вот а как вот вы вот это решает мы вот так вот так а вот если это если вот это то вот это а если вас дверь не пускают ну в дверь не пускают в к новой идем, ну как бы образно, но я не так, не в прямом смысле. И он такой, так как у вас проблемы? Они говорят, Владимир Николаевич, у нас нет проблем. Он говорит, как нет проблем? Ну вот так, у нас нет проблем, вообще нет проблем. Он говорит, да, он говорит, да. Он говорит, знаешь что, Владимир Николаевич, помню один, ему говорит, знаешь какая есть проблема самая? Он говорит, какая? Он говорит, если ты умер, вот это проблема. Но даже если кто-то умер, это не проблема, потому что поставят нового, и мы с ним решим. Он сказал, Сергей, вау, я первый раз вижу таких людей, которые не сдаются. Я говорю, моя школа. И этот принцип, вот этого принципа, очень важно держаться, чтобы мы имели успех. И я хочу вам рассказать еще касательно этого вопроса. Много лет назад, когда еще Радислав Кандапас не был таким сильно известным, я учился на курсах у него по ораторскому искусству. И там нас учило всего человек 15, наверное. Я лично с ним общался, два дня у нас учеба была, достаточно дорогая учеба. И я у него спросил, а кто самый лучший оратор у нас в России? Он сказал, нету в России хороших ораторов. Я говорю, ну а как же, а Жириновский? Он говорит, нет, он не сильный оратор, у него сильная харизма, но оратор он не сильный. А я говорю, ну а кто на постсоветском пространстве? Он говорит, Юлия Тимошенко. Она сильный оратор считается. Ну, как-то вот так он ответил. Я говорю, а кто вообще в мире сильные ораторы? Ну, он говорит, ну это же, знаешь, общеизвестный, ну Гитлер, ну такой одиозный, конечно, человек. Но, говорит, потом был очень сильный оратор Фидель Кастро. И, говорит, считается одним из самых сильных ораторов, это Уинстон Черчилль. Ну, премьер-министр Великобритании. Он был долгие годы во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Вот. И вот, говорит, Уинстон Черчилль. И мне нравится очень Уинстон Черчилль. Я прочитал там ряд книг о нем, там, знаете, у него было замечательное чувство юмора, он, вот, у него было очень много таких речей, которые там просто поменяли мир, даже бы я бы сказал. Вот. Я немножко одну историю расскажу. Это было на Ялтинской конференции с Уинстоном Черчиллем, когда Сталин, Рузвельт был и Черчилль. Вот. И там в то время люди курили. Ну, Сталин трубку курил, Черчилль постоянно сигары курил. Вот. И они, это было нормально, когда люди собирались в помещении, ну, и они курили. Сталин сигареты курил, как вы знаете, ну, из истории. Вот. И вот была такая конференция, и один помощник Черчилля, вот, пишет ему записку. И Черчилль прочитал эту записку, улыбнулся, написал ответ, ну, своим почерком, да, и передал ее помощнику. Тот, а там же все, НКВДшники, они все следили, там все же снималось. Ну, знаете, это же не так просто все было. И он написал ему записку, вот, и тот помощник прочитал, улыбнулся, даже засмеялся, поджег ее и бросил в ведро. И все, сгорела записка, но одна фраза не сгорела. И фраза это была «старая птичка». И НКВДшники, че, кого он старой птичкой назвал? Вдруг Сталина назвал старой птичкой, знаете, вы понимаете, ну, поставьте его напряжение, да. Что за старая птичка, что они, давай разгадывается, давай, ничего. Вот. Потом прошли годы, и было, брали интервью у Черчилля, и говорят, «А что за старая птичка?» Ну, кто-то, может, даже из журналистов-разведчиков задал вопрос, хотели, вот. Он говорит, «Что за старая птичка?» Ну, вот, там, на Ялтинской конференции, тося. А он говорит, «А, это!» Говорит, «Да вот в чем дело!» Говорит, «Мой помощник написал мне, сэр, у вас растекнута ширинка». А я ему написал, «Не волнуйся, старая птичка уже не покинет своего гнезда». Не такой вот веселый мужик был, да. А НКВДшники думали, кого он называет старой птичкой. Старая птичка не покинет своего гнезда. Вот. И вот, послушайте, и вот у Черчилля, у него было очень много таких очень сильных речей. Но одна из самых сильных его речей, она была сказана между, там, 82, наверное, года ему было, или сколько-то. Вот. Он выступал в одном университете. Это был выпуск университета. И там сидели выпускники, вот, ну, пятый курс, да, которые там, шестой курс закончили. Там было полно народу. И он был уже легендой в то время, Уинстон Черчилль. Вот. И объявили, что сейчас Уинстон Черчилль будет выступать. Но все смотрели, как на полубога на него, знаете. И они там все хлопали, аплодировали. И он вышел на сцену. Вот. Вот это считается одной из его самых величайших речей. Он облаготился за кафедру, знаете. И говорят, что между фразами он делал чуть даже больше минуты паузу. Я не буду так делать, естественно. Я просто вам, да, для экономии времени скажу. Он посмотрел на всех этих людей внимательно, которые там сидели. Он сказал одну из самых своих величайших речей. Он сказал никогда и делал паузу. Опять сказал никогда, никогда не сдавайтесь. Ну вот это, знаете, его речь продолжалась 3,5 минуты. Но это было практически 4 слова. И под аплодисменты он ушел со сцены. Вот так вот. Это потому что он никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда. Потом он расширил эту фразу. И он сказал следующее. Никогда не сдавайтесь. Никогда не уступайте. Никогда, никогда, никогда. Ни в чем. Ни в великом, ни в ничтожном. Ни в большом, ни в малом. Если только честь и здравый смысл не велят вам поступать иначе. Вы слышите? То есть никогда не сдавайтесь. То есть никогда не сдавайтесь, если только честь и здравый смысл не велят вам поступать иначе. Вот это должно быть у вас, знаете, когда вы идете по жизни, да, вот занимаетесь вы каким-то предпринимательством и так далее. Вот вы спросите, если у меня, у тебя были неудачи? Ого-го-го, было куча неудач, знаете. Были потери. Я терял сотнями тысяч долларов просто деньги, понимаете. То есть я терял, ну, предавали, предавали, продавали. Не получалось какие-то бизнесы? Да, конечно, вот я вам, ну, это маленький пример с плинтусом, знаете, рассказал. Ну, были и другие там ситуации, знаете, когда я тоже металлопрокат полез судовой и потерял сто тысяч долларов на этом деле. Ну, и меня просто человек, которого я взял, он меня просто обманул. Ну, просто кинул, банально кинул меня на деньги. Потом пришел, сказал, я тебя кинул. Все. И у меня так оформил документы, что я ничего, даже претензий ему не мог подъявить. Да и его и брать с него нечего было. Как мой друг говорит, что с этого дурака взять, только анализы, знаете. Ну, такая фраза. Поэтому, то есть бывает вот эти, любого человека, неудачи, какие-то трудности. Да я кучу трудностей, знаете, прохожу. Ну, это просто я еще верующий, мне проще. Я верю римлянам 8.28, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует во благо. И я это в этом раз, много раз убедился. Поэтому я, ну, спокойно к этому отношусь, к тем, так называемых, в кавычках, неудачах. И буквально я заканчивая вот эту, ну, часть, ну, у нас сейчас будет перерыв, я хочу вам рассказать, я, ну, вы знаете, да, Ника Вуйтича, все, наверное, знаете, все там слушали его, я был на его лекции, Ника Вуйтича. И меня, конечно, эта история вообще, ну, так удивила. Вот, и Ник Вуйтич, он, ну, знаете, это человек без рук, без ног. Он, его родители, его отец пастор был, его мама верующая, она работала акушером, медсестрой. То есть, прекрасная семья, и вдруг рождается вот такой ребенок. И родители были мудры, и они окружили его любовью, заботой, то есть, и они его вдохновляли, что все у тебя получится. И там был один чернокожий в школе, дворник, и он, скорее всего, был верующий. Ну, и Ник Вуйтич был верующий. И он ему говорил, Ник Вуйтичу, ты будешь мотивационным оратором. Он говорит, я его видел, убегал от него просто, ну, как бы, знаете, он говорит, он меня достал, дворник ходит, чернокожий, предстает ко мне, ты будешь мотивационным оратором. Каким мотивационным оратором? У меня ни рук, ни ног нет. И он говорит, и как-то раз я рассказал историю, что я хотел покончить жизнь самоубийством, ну, потому что бы, вот, но я вспомнил о родителях, которые меня любят, я не захотел, он хотел утопиться. И он рассказал одной девочке, эта девочка заплакала, упала ему на плечо, и сказал, ты спас мне жизнь. Ну, смысл такой, да? Он говорит, и меня это как-то вдохновило. И как-то раз он в школе какую-то речь сказал, и после этой речи, его, ну, его хотели другие дети слушать как-то, его стали приглашать. И мои родители стали видеть, что меня вечерами куда-то увозят, я возвращаюсь, и как-то раз, и такой довольный возвращаюсь. И моя мать как-то спросила, куда ты ездишь? Она вообще подумала, что я каким-то наркоманом стал. Он говорит, куда ты ездишь? Ну-ка рассказывай, посадила меня. Он говорит, мама, ну, я езжу там выступать перед людьми. Говорит, это у тебя хобби или бизнес? Он говорит, ну, как бы, не знаю, бизнес. Он говорит, а сколько ты с этого зарабатываешь? Он говорит, ну, нисколько. Тогда это тупость, оставь это, ты должен зарабатывать с этого. Если ты хочешь этим заниматься, зарабатывай. Он говорит, хорошо, я принял эти слова. И вот как-то раз я беру, набрал школу какую-то и говорю, здравствуйте, у меня звук Никутич, у меня нет ни рук, ни ног. Я мотивационный оратор. Я хочу выступить у вас в школе. И мне отказывали. Кто-то говорил, как у тебя нет рук и ног? А как ты звонишь? Ну, знаете, звонишь там. Кто-то задавал мне вопрос, ты что, у тебя дети испугаются, если ты придешь без рук, без ног. Знаете, ну, кто-то оскорблял меня. Он говорит, я набрал одну школу, там, вторую, третью, пятую, двадцать третью по счету. И он говорит, у меня все отказывали. И он задавал такой вопрос в зал. Как вы считаете, это удача или это поражение? Вот я вам задам вопрос, что вы считаете? Вот ему двадцать третья школа отказала. Это удача или поражение? Давайте, кто считает, что это удача? Поднимите руку. Ну, там, допустим, пять, ну да, опустите. А кто считает, что это поражение? Поднимите руку. Ну, поднимите все руку, кто считает поражение? Что вы, остальные в нейтральной позиции, что ли? Ничего не считаете? Да, воздержался, да? Да, да, да. Ну, ладно. Ну, вот, слушайте, я поднял руку тогда на том семинаре, что это удача. Он говорит, я позвонил, ну, по счету, 35-ю школу, а мне отказали. Я позвонил 48-ю по счету. Кто считает, удача, неудача? Там руки изменились. А я далеко сидел, я видел всех. А я всегда поднимал, что это удача. Хотя тоже у меня осталось сомнение. Думаю, ну, 48-я школа, как бы, знаете. И он говорит, я позвонил в 53-ю школу по счету. И мне говорят, а, ну, хорошо, приезжайте. А он говорит, а сколько вы мне заплатите? Он говорит, а что, это еще и платно? Он говорит, да. Он говорит, ну, 50 долларов мы вам заплатим. Он говорит, хорошо. И они дают адрес школы. Я прихожу к брату своему, он сидит, телевизор смотрит. И говорю, отвези меня туда. Да пошел ты, ничего, я не повезу тебя. Ну, брат так ответил. Он говорит, я тебе 50 долларов заплачу. Он говорит, а? Ну, это давно было еще. Он говорит, ну, ладно, давай я тебе отвезу. Эта школа оказалась, два часа надо было ехать. И говорит, когда мы ехали, он задал мне два вопроса. А сколько там людей будет? Он говорит, я не знаю. Он говорит, а сколько тебе времени дают? Ну, на выступление. Он говорит, я не знаю. Ведь когда привезли меня туда, я ей задал этот вопрос. Сколько людей будет? Они говорят, а, сколько вы мне времени дадите? Они говорят, 15 минут. И мой брат захохотал просто, знаете, чуть не упал. И когда спросили, а сколько будет людей? Я спросил. Говорит, они сказали, весь актив нашей школы. А сколько? 8 человек. И он тут вообще чуть не грохнулся, знаете. И он говорит, и я выступил перед ними. Мне дали 50 долларов. Я отдал брату. И я ехал разочарованный, разбитый и молчал. Я не стал есть и поднялся в комнату. И я был расстроен. Это мягко говоря. Я был просто на грани самоубийства опять. Но я был просто вот в таком. И на следующий день, говорит, зазвонил у меня телефон. Я не беру трубку. Потом, ну, весь расстроенный, поднимая трубку. Алло. Мне говорят, здравствуйте. Это Ник Войтич? Он говорит, да. Вы мотивационный оратор? Он говорит, да. И он мне, это он сам рассказывал, говорит, мы хотели бы вас, мы слышали о вашем очень успешном выступлении в той школе. Мы хотели бы пригласить вас в свою школу. У вас есть в графике свободное время? И я сказал, подождите, я посмотрю у себя в календаре. И я, говорит, какую-то книжку стал просто листать, чтобы они слышали, что я что-то листаю. А когда вам надо? Вот, они говорят, в пятницу вечером. Он говорит, а, в пятницу вечером как раз я свободен, знаете. И он говорит, что, он говорит, ну, все тогда, до встречи, вот там адрес такой-то. Он говорит, подождите, у меня два вопроса. Он говорит, сколько вы дадите мне времени? Они говорят, час. А сколько будет человек? Они говорят, 400 человек. И он говорит, сейчас у меня каждый год приходит 30 тысяч приглашений, чтобы выступать в разных концах мира. И он самый дорогой и самый востребованный мотивационный оратор. Почему? Потому что он не сдался. И он говорит, что 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 он говорит. Продолжение следует...